Давайте теперь разберемся с тем случаем, когда параметром шаблона является шаблон. И давайте разберем это на следующем примере. Пусть у нас определена некоторая функция toString, которая принимает значение типа int и возвращает значение типа string. То есть данная функция принимает некоторое целочисленное значение и возвращает соответствующее ему строковое представление, то есть строковое представление числа. Используя данную функцию, можно написать более сложную функцию, которая будет принимать массив целочисленных значений и превращать его в массив строковых значений. То есть мы каждому числу из массива целочисленных значений сопоставим соответствующее ему строковое представление. Как это сделать? Давайте определим функцию toStrings, которая будет принимать некоторый массив, давайте считать, что это array от int, и возвращать к соответствующему array от string. Как это сделать в реализации? Ну, довольно просто. Мы просто определяем массив для результата, в конструктор мы передаем количество элементов, которые в нем будут, и дальше в цикле пробегаем по всем элементам массива, которые нам передали как аргументы, до каждого элемента вызываем функцию toString. Таким образом, мы присваиваем значение элементам массива строчек. Ну и в конце возвращаем результат. Такая реализация довольно естественна, но синтаксически она описана для какого-то конкретного шаблонного класса массива. То есть сама функция не является шаблонной, но она работает только с одним шаблоном, она работает только с шаблоном array. Если бы мы захотели, чтобы данная функция работала с какими-то другими шаблонами контейнеров, например, со списком или с вектором или еще с чем-то, нам придется реализовать эту функцию отдельно для каждого шаблонного типа контейнера. Хотя на самом деле мы тут не так уж и много требуем от контейнера. Можно было бы пытаться определить ее таким образом, чтобы такая функция работала со всеми контейнерами, которые удовлетворяют соответствующим требованиям. Что мы здесь ожидаем от контейнера? Мы ожидаем от контейнера, что у него будет метод get. Мы используем метод get. Мы используем метод size. И мы также используем конструктор от размера контейнера. Если у какого-то другого контейнера также есть метод get, метод size и конструктор от размера, то почему бы не определить эту функцию toStrings таким образом, чтобы она работала и для этого контейнера. При этом, чтобы она в случае, если она передала, например, список от int, возвращала бы список от строк. Если бы она передали вектор от int, она возвращала вектор от строк. Для того, чтобы это сделать, нам как раз и нужен шаблонный параметр. Как это делается? Мы определяем шаблонную функцию параметром шаблона, который будет шаблон. Это описывается так длинно. Шаблонным параметром этой функции является шаблон от одного аргумента. И это именно шаблон класса. То есть данную функцию можно будет вызвать для какого-то шаблонного класса от одного аргумента, которому в качестве аргумента передан int. Здесь это так вот и записывается. То есть параметром данной функции является константная ссылка на значение типа контейнер от int. Сюда может быть подставлен и array от int, и list от int, и вектор от int, и что-нибудь еще от int. В качестве возвращаемого значения у данной функции указан соответствующий контейнер, но уже от string. То есть если бы мы хотели возвращать контейнер того же типа, то есть получив контейнер от int, получить контейнер от int. То есть если бы и принимаемое значение, и не возвращаемое были бы одного типа, то не надо было городить весь этот наворот с шаблонными-шаблонными параметрами. Это довольно непростая техника, которую не так просто осознать. Но так как нам нужно, получив один шаблон, вернуть этот же шаблон, но с другими параметрами, подставленными, нам нужно знать именно исходный шаблон, из которого получился тип. Для этого нужен шаблонный-шаблонный параметр. Соответственно, реализация дальнейшей этой функции, она будет точно такая же, как и реализация этой функции для конкретного шаблонного класса array. То есть мы создаем контейнер для результата при помощи конструктора от size. В данном случае мы используем конструктор от size и метод size. Дальше в цикле прибегаемся, используя метод get for index, мы инициализируем значения, которые хранятся в массиве для результата. И после этого возвращаем. То есть реализация, она соответствует этой же реализации, но для конкретного типа шаблонного класса. Однако разница в том, что первая реализация работала бы только для массива типа array, а реализация с шаблонным-шаблонным параметром, она будет работать с любым шаблонным контейнером, у которого есть конструктор от size, у которого есть метод size и метод get.